Девушки отдыхают 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 Ну, давай, рассказывай. Ну, собственно, что? Пианистка, училась в консерватории, там в зале половины однокурсников и педагогов в один голос твердят, что мир сегодня лишился великого таланта. Что, поконкретней скажешь? Поконкретней. У нее сегодня свадьба была. Класс. Ну, заметили. Ну, после очередного тоста «Здоровье молодых» девушка почувствовала тошноту, начала жаловаться на боли в желудке. Ну, пока спорили и решали по поводу скорой, собственно, необходимость отпала. Говорят, пяти минут не прошло, как она. Ну, вы сами все видите. Родители погибшие рвутся сюда и гости бунтуют. У жениха совсем нервный срыв, он уже на одного из наших с ножом со столом кинулся или угомонили. Может, надо сказать что-нибудь? Ну, так скажи что-нибудь. Ну, иди работай. Ну, чего стоишь, ну? Ну, а что у нас по телесному? Налицо все признаки отравления. Я бы не стал рисковать, рассчитывая на то, что отравление было прицельным, она могла выпить и съесть все, что угодно. Ты хочешь сказать, что в соседнем заливе? Еще четыридесяток людей, которые находятся в зоне риска. Четыридесяток людей, да? Тогда алкоголь, продукты, все же найдете на экспертизу. Мы пришлем кого-нибудь в помощь. Да, а ты... Народ собирай и на промывание. Так точно. Давай, давай, нам новую труппу не нужно. Ну что, Китуха, давай дуй на промывание. Да, но праздник непоправимый испорчен. Причем не только у них. Ну что, снюхай. Спасибо. Я поймал. Давай. Сколько времени. Ну вот что ты, как маленький. Кормить что ли? Поешь, пожалуйста. Мать и так вон расстроена. Не завидуй этому парню. Мне однажды фартануло опоздать к Марку на утренник на десять минут. На десять минут она такое устроила. Там такое было. А почему мама расстроена? Я тут обидела. Папа, когда будем есть? Папа. Торт? А прямо сейчас будем. Торт? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Могу я вам чем-то помочь? Да. Буду вам очень признательна. Будьте добры, подберите мне, пожалуйста, парочку книг, посвященных расставаниям. И тому, как это пережить с гордой поднятой, так сказать, головой. Надеюсь, они вам помогут. Мне? Нет-нет, ну что вы, это для вас. О, Господи, я же вам ничего не сказала. Простите, просто ужасно тяжелое утро. Итак, Анатолий. Еще буквально вчера у вас была девушка Катя. Так? Так. А теперь ее у вас уже нет. Вы абсолютно свободный человек, с чем я вас искренне поздравляю. Ну вот, дальше обычно я говорю о том, что любовь финала от начала чего-то нового, бла-бла-бла, и вручаю свою визитку, пожалуйста. И что я вам хочу сказать, Анатолий, вы знаете, одиночество это вовсе не так уж и плохо. Серьезно. У вас будет возможность как-то так спокойно обдумать, какой бы вы хотели видеть свою новую жизнь. До свидания. Анатолий. 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 Бурная ночка выдалась? Типа того. Открывай. Ты идиотка. Сюрприз ему хотелось сделать. Я же сказал, извини, мне очень жаль. Дура. Целый день в плитке стояла, думала, познакомлюсь с семьей, посидим. Нет, зачем? Зачем? У нас же работа, да? Я в деталях рассказать, с кем и где я провел эту ночь. Да ну что, ты можешь не труждаться. А какого черта я вообще оправдываюсь, я не понимаю? За то, что не явился на праздник, которого не хотел. Не хотел. Вчера убили девушку на собственной свадьбе. Мне кажется, это немножко важнее, чем выпить в день, в который я появился на свет. Мне правда очень жаль. Правда. Я знаю. Если ты куда-нибудь сбагришь свой детский сад, у меня к тебе есть сумасшедшее предложение. Два слова всего лишь. Мэтью МакКонахи. Егор, здорово. Дон Саныч. Здрасте. Здрасте. Ну, чего там? Ну, чего? Острое отравление. Как я и думал. Мышьяк довольно в высокой дозе. Только сказать точно, когда он был принят, я не возьмусь. Скорость действия этого яд зависит от целого ряда факторов. Вот. Прием, стоп. Прием, скажем. Пошли. Алкоголь может ускорить его воздействие. Обильная пища замедлит. И нельзя забывать о общем состоянии организма. Так что вот так. Ну, а какого времени мы говорим? Ну, то есть это может быть полчаса, час, полтора. Я бы сказал, не более двух часов. Все, давай. Ага. Спасибо, Сан Саныч. Так. Что получается, если жертва скончалась в районе семи? А свадебная вечеринка началась в пять. Как раз получается два. Два часа. То есть, получается, ее отравили на собственной свадьбе. Кругу близких, родных людей. Ага. Ну, зачастую так и бывает. Ну, они хуже врагов. Ага. Тебя-то еще удивляет? Да нет уже. Лет, Минькин, пожалуйста, я тебя моляю. Всего пять часов. Покучино с карамельным сиропом для Инги готов. Слушай, ну ты же можешь это перенести, правда? Да, спасибо вам. Двойной американо с горячим молоком для Игоря. А если я тебе скажу, что ты можешь съесть все, что есть в холодильнике? Спасибо. Спасибо. Все, целую. Пока. Здрасте. Игорь, правильно? Да. А я? Инга. Очень приятно. Здрасте. Журавлев Егор Степанович. Следователь органов внутренних дел. Мы можем поговорить? Я искренне соболезну в вашей утрате. Но, к сожалению, мне нужно задать вам пару вопросов. Мне крайне неприятно об этом говорить, но факты остаются фактами. И они говорят о том, что ваша невеста... Извините, ваша жена... Стала жертвой... Убийства? Да. Боюсь, ее отравили. И сейчас не только от нас, но и от вас зависит, сможем ли мы найти человека, который виновен в ее смерти. В противном случае, я бы не посмел вас побеспокоить. Вы уверены? Я... не понимаю... кто... почему... как это вообще могло произойти? Что бы ответить вам на эти вопросы, вы должны ответить на мои. Ну, что вы хотите знать? Не хочу вас пугать, но есть основания предполагать, что один из этих людей причастен к смерти вашей жены. Посмотрите, пожалуйста. Погодите, так это же список. Да, это список. Список людей, приглашенных к вами на свадьбу. Все верно. Я хочу о каждом знать все. Ну, вот Лера, школьная подруга, знакомая с песочницей. Виктор Кузнецов, декан ее факультета. Он, кажется, был с супругой, хотя я не уверен. Горлов, а Александр? Горлов. Это мой бывший начальник. И... вот эти трое тоже с прошлой работы, так что... можете вычеркивать их из своего списка подозреваемых. как они видели Риту первый раз в жизни. Ну, это мы сами решили. Сейчас подумайте. Скажите мне, кто из этих людей мог убить вашу дочь? Нет, нет. Это бред какой-то. Ну... Неужели мы бы стали вызывать на свадьбу того, кто мог... Господи, я... Я вообще не верю, что все это со мной. Если вы что-то вспомните, сразу мне звоните. Что угодно. Знаете, сейчас трудно найти родителей, которые бы знали, что творится в жизни их взрослевших детей. Лучше вам пообщаться с ее друзьями. Ну, хорошо. А вы что думаете об этом? Да. Ну, а вы уверены, что это не был несчастный случай? Разве такое вообще бывает? К сожалению, не бывает и такое. Ну, ладно. Спасибо. Да. Так, я сейчас. Китария, умеешь играть? Подождите минутку. Знаете, может, это, конечно, не касается дела, но... Мне кажется, что у Ритки был какой-то тайный роман. Понимаете? Ну, она даже мне ничего не говорила. Я была не в курсах, хотя мы дружим с ней с первокурса. Ну, тогда с чего вы решили? Что был роман? Возболтнула однажды по пьяни. Так и сказала, что все балдеют, если узнают. Хотя даже по пьяни, даже мнение сказала его имя. Понимаете, это ведь что тогда значит? Да. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Открыто! Вы приглашали меня в новую жизнь, и вот я тут. Вы скажете, я слишком рано оправился от потерь. И правильно сделаете. Здрасте. Проходите. Спасибо. И какой мы должны сделать из этого вывод? Некоторые отношения подобны чемодану без ручки. И выбросить жалко, и тащить за собой тяжело. И я вам искренне благодарен за то, что вы силой вырвали из моих рук этот ненужный багаж. Обалдеть. Это сами придумали или цитаты из тех книг, которые я вам утром дала? Это не важно. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о другом. Как вам уже известно, сегодня утром я расстался со своей любимой девушкой. Подъем. Совещание. Шеф вызывает. Какое совещание? Какой шеф? О, сколько времени? Рабочее совещание, шеф наш. Похоже, он опять с женой поругался. А раз его домой не тянет, то и нас он задержит. Как в прошлый раз. Пошли. Ты издеваешься? Нет. Давай, вставай. По иронии судьбы, именно сегодня я хотел сделать ей сюрприз. Позвать в театр. Понятно, но… Ну и, как говорится, не пропадать же билетом. Просто мне показалось, что вы из тех, кто любит и ценит современный театр. А… А… Нет… 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 Простите… Я не могу… Извините. Но, знаете, если вы по-прежнему хотите начать новую жизнь, то я по-прежнему с большим удовольствием вам в этом помогу. Хорошо? И, знаете, может быть, в следующий раз… Сейчас, секунду… В следующий раз, возможно, вам уже не придется оккультуривать первую встречу, да? Ну, а вообще, спасибо, конечно. Спасибо. 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 Старый принципарш. Интересно, сколько ей лет? На вид не более тридцать пяти. Симпатично. Подвержен эмоциональным всплескам. По шкале Айзика Кауфманна я бы дал крепких стоп тридцать пяти баллов. У меня вообще залудительский застрой. Анатолий! Вы забыли! Слушайте, ну, если вы не передумали насчет спектакля, то я сейчас спускаюсь. Симптомы отравления ни у кого из гостей в ходе дальнейшего обследования выявлены не были. Таким образом, мы делаем вывод, что жертва, то есть Маргарита Клюева, была отравлена специально. То есть речь идет о преднамеренном убийстве. А в настоящий момент мы отрабатываем версию о возможной причастности к преступлению любовника убитой. Личность которого еще устанавливается. Да. Ох уж эти внебрачные связи. Никого до добра не доводят. У меня было одно дело. Так вы не стойте, не стойте. Присаживайтесь. Присаживайтесь. В двух словах, это необъяснишь. Кровь в жилах просто холодеет. Что произошло с моим соседом. Вас интересует ее внешнее качество или внутреннее? Ну, меня интересует все, что важно для вас. Если, например, у женщины вашей мечты должны быть глаза определенного цвета или там определенная форма бровей или там какой-то особый размер ступни, то вы лучше скажите мне сразу, чтобы я не тратила время зря. Господи, да вы же совсем продрогли. Да не надо. Ну что вы, мне тут три шага до дома. Если за эти три шага вы окочуритесь, на моей личной жизни, может быть, поставить крест? Не смейте так со мной поступать. Ладно. Тем более, что впервые в жизни я, по-моему, понял, кого все это время искал. Да? Ну, так рассказывайте. Она красива, но не выпячивает свою красоту. Потому что женщине моей мечты не требуется одобрение мира. Ага. Она уверена в себе, независима и умна. И она уж точно не станет пользоваться услугами какого-то агентства. Простите ради бога. Для того, чтобы расстаться с мужчиной. Ей хватит смелости сказать ему об этом прямо в лицо. Без посредников. Ну, у вас хороший вкус. Тем сложнее моя задача. Я даже не знаю, с чего начать. То ли с того, что ты регулярно всех пилишь за то, что опаздывают, а сама при этом приходишь на полтора часа позже, чем обещала. Я хотела позвонить. Правда, у меня чуть с телефоном. То ли с того, что провожавший тебя Журавлев потрясающе изменился в лице. Его прямо не узнать. Как дети? Спят. Уроки? Проверил. Зубы? Почистили. Отлично. Только попробуй кому-нибудь заикнуться, понял? Я был прав. Это был не он. Ну ты мать даешь! Ты прямо, как сломанные часы. Ага. Ведёшь себя правильно всего два раза в сутки. Ага. 22 года. С ума сойти. Кому же она успела насолить в таком возрасте? Знаешь, все, за что, скажем, можно было бы прикончить меня, я совершила уже после замужества. В подробности вдаваться не будем. Ты мне лучше его же скажи, как специалист по мурам. Что нам дает информация о ее тайном любовнике? Ну, знаешь, пока мы не знаем, кто это, он, в принципе, ничего нам не дает. А вот уж если мы узнаем, например, что это, там, законный муж ее лучшей подруги или двоюродный брат ее мужа, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Хотя я вообще не исключаю, что никакого любовника не было. Так, пьяный треп с подружкой. Но с другой стороны, кто-то же ее убил. И знаешь, на твоем месте я бы первым делом присмотрелась к ее мужу. И не на твоем месте я перейду провожу. » Ну... А мы сказали. Да, ничего у них еще там. Работы валом. Сутки минимум. Объем большой. Зато я раздобыл нам вот такой талмудик. Это распечатка ее сообщений и звонков за целый год. Даже если она скрывала следы тайной связи, мы эти следы тут и найдем. Не мы, а ты. А я сейчас иду на встречу со скорбящим женихом. Надеюсь, он окончательно потрясел. Раз. Ага. Пожалуйста. Так любезно. Да, конечно, я прекрасно понимаю ваше беспокойство. Но знаете, если вы сейчас согласитесь к нему вернуться, это будет даже не один. Это будет три шага назад. Нет. Поверьте моему опыту, ваше отношение не знаете, как чемодан без ручки. И тащить тяжело, и выбросить жалко. Да? Да. Хорошо. До связи тогда. Напишу вам вечером. До свидания. Здравствуйте. 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 А что вы здесь делаете? А вы как думаете? А вы как думаете? Слежу за вами. Да ладно, расслабайтесь. У меня тут приятель в соседнем доме живет. Вы же сами знаете. Москва – большая деревня. Да. Послушайте, тут за углом есть уютное заведение одно. Может по кофе? Я как раз вспомнил еще несколько важных деталей, которые хотел бы видеть в своей будущей спутнице жизни. Приятель, говорите, живет. Понятно. Нет, я, к сожалению, сегодня не могу. Ну, дела, сами понимаете. А вам вообще куда? Туда? Да, вот-вот туда. А, жаль. Потому что мне туда. Ну ладно, пока. Постойте, вы меня неправильно поняли. Я там вам на почту пару анкет скинула. Посмотрите на досуге. Хорошего дня. Физиологические особенности. Это было ее любимое место. Всего три квартала от консервы. И лучше, как она считала, лата в Москве. С чем я категорически был не согласен. Не знаю, зачем я вас именно сюда позвал. Да, в смысле, я не дебил. Я… Я понимаю, что ее здесь не увижу. Что ее уже нет. Ладно, все, собрались. Задавайте свои вопросы, пока я не поплыл. И, ну, кого там надо опознать, на кого настучать. Хорошо, давайте попробуем. Скажите, а… Максим, вам известно что-нибудь о мужчинах в жизни Маргариты? Помимо вас? Может быть, до того, как вы… Нет, я… Мы с ней никогда не говорили на эту тему. И я считаю, что не обязан знать всех, кто был у нее до меня. Но вы же наверняка тоже не знаете всех бывших своей жены. Как сказать… Я еще не женат. А… А у вас никогда не возникало ощущение, что вы… Ну… Не единственный мужчина в ее жизни. Не до, а… Ну, здесь и сейчас. В настоящем. В имени. Не понял. Вы сейчас хотите сказать, что… Что у моей убитой жены был любовник, и за это она поплатилась? Нет. Я хочу сказать, что у вашей жены могла быть запутанная личная жизнь. В чем я и пытаюсь разобраться. Ух… Произошло не просто убийство. Вашу жену отравили на собственной свадьбе. Ага. Что указывает на явную месть. Поэтому я не исключаю, что у вашей жены мог быть роман на стороне. Так что давайте соберемся и продолжим. Давайте, да. Значит, подруга вашей жены Кристина. Она утверждает… Ну, ее, полгаю, вы знаете… Стоп-стоп-стоп. Кристина – это ее однокурсница? Да. А она больше вам ничего не рассказала? Ну, например, как довела мою Ритку до слез перед ЗАГСом. Типа, сегодня ЗАГС, завтра пеленки и все. Пока музыка. Тоже мне подруга. Да она просто завидовала моей Кристине, ее красоте, ее таланту. Знаете, ей все завидовали. Вот это уже интересно. Кристина… Кристина… Кристина Александровна… Ну, и какого лешего вы меня сюда привели? Я должна быть на репетиции, вы даже не представляете, что будете, если туда не приду. А мы ее отменили. Так что вы устраивайтесь поудобней. Мне показалось, что в официальной атмосфере вы стряхнете свою память. Да? Чаю хотите? Спасибо, не надо. Ну, тогда начнем. Это вам. Точнее, не так. Покупал я, конечно же, его не вам. Просто я должен был сегодня встречаться с очередной из ваших дам. Да, но она отменила встречу, и вы подумали не пропадать же букету. Как вы догадались? Вы начинаете медленно, но верно действовать мне на нервы. Зачем вы прете? Я же прекрасно знаю, что вы не звонили ни одной из моих дам. Вы проверяли. Я польщен. Вот уж где не думал. Значит, вы тоже. Что я тоже? Вы тоже верите, что наша встреча была не случайностью? Ну, это же очевидные вещи. Да вы просто не в себе, абсолютно не в себе. Вы понятия не имеете, кто я такая. Вы ничего обо мне не знаете. Я всю жизнь искал такую женщину, как вы. Слушайте, я не свободна. Это легко исправить. Не мне вам объяснять, как легко и просто завершить отношения. Вы не поняли меня. Я вообще не свободна. Я тотально, абсолютно не свободна. У меня трое детей. У меня… Трое замечательных детей. Данила, Марк, Николь. Я уверен, мы с ними прекрасно поладим. Я умею ладить с детьми. Они же как свежее морозное утро. Про них хочется писать стихи. И если ты мне позволишь, то я готов познакомиться. с ними прямо сейчас. А в воскресенье, когда они будут у пап, я возьму отгул, и мы пойдем смотреть новый фильм с Мэтью МакКонахи. А если вы сейчас же не отойдете от меня на сто метров, я вам клянусь, я заору. А ору я очень громко. На счет три. Раз. Два. Вот это круто, ребят. Это я понимаю. Что, личную жизнь меня решили устроить, да? Да успокойся, сядь и не мельчиши. Миша, ну я понимаю, ладно там, Олег, но ты же серьезный человек. Ты чем думал, Миша? Ты почему вообще меня обсуждаешь с каким-то первым встречным? Я вообще не понимаю, как он вас нашел. В эпоху интернета и социальных сетей. Ты серьезно? Я вот, например, ему вообще ничего не говорил. И мне он сразу показался каким-то странноватым. Да он на всю голову больной. Да ладно тебе, нормально, чувак. Откуда нам было знать? Ну ты же сама с ней вчера под этими окнами. Ну ладно, ладно, все, успокойся, сядь. И послушай голос разумного человека. Вот скажите мне теперь, что мне с ним делать? Мне послышалось, а? Главный специалист столицы по расставаниям не знает, что делать с собственным хахалем. Не-не, подождите. Это же как у донтистов. Ты же не будешь дергать зуб сам себе. Ты сейчас тонко намекаешь на агентство Чао Какао. Подождите. Ну а что? Это мысль, если не поможет, перейдем к плану Б. Так сказать, монтировочка дома у меня валяется. Темных углов по Москве да полна. Драматично. Да не, рискованно. Зато навсегда. Не-не, парни, не надо никаких монтировок. Запалят. Что же делать? Что же делать? Ну что же делать? Ну не знаю, всегда можно выбросить его из окна. О, мне вот чертовски нравится ход ваших мыслей. История с монтировкой у нас слишком прозрачная. Она случайно, знаете так, на голову не упадет. А вот в случае с окном есть три равноценные версии. Суицид, убийство, ну и несчастный случай. Короче, я в деле. Ну и потом, если что, могу вас на суде представлять. На каком суде? Ну, подумайте, кто у нас теперь есть? Журавлев? Точняк. Он и дело прикроет в три счета. Тогда на созвоне. Как прижмет, ты только дай знать. Это что это мы там стоим? Стоят все шутки. Давайте, конечно, покроватим. Что это? Ложитесь. Сейчас я приду, ложитесь. Так, никаких окон, никаких монтировок. Поняли? Ну, пожалуйста, разбавим. Идите домой, сама как-нибудь разберусь. О, благодарю. Как знаешь, мы просто предложили, если выбирать между тем, кто не может прийти на собственный праздник, и тем, кто готов носом в землю рыть, чтобы узнать, кто у тебя любимый актер. Он и тебя об этом спросил? Ну да. И кого ты назвал? Мэтью Макконахи. Пока. Ладно, проехали. И что? Ты так просто ее отпустил? Чего ж так просто? Сердце мое обливается кровью. Что дальше-то? Ну как? Неприязненное отношение к жертве. Ну, знаешь, сомнительный повод для задержания. О! Ты знаешь, что самое смешное? Теперь она утверждает, что Клюеву ненавидел буквально весь институт. Как заурядную бездарность и бездарную выскочку. И это я еще кратко и с цензурой. Вот так. Как же мне культура? Дай-ка я тебе холодненькую приложу. Дай-ка я тебе холодненькую приложу. Черт. Прости. Ну я правда не знала же. Я думала, псих какой-нибудь или маньяк. Судя по отработанному движению, они тебя атакуют каждое утро. Ну да, вот атакуют, а защитить некому. Потому что ты вечно не от своей работе. Слушай, пришли результаты анализов. Ни в одном из представленных образцов. Я да нет. Начальство вдавит и родственники атакуют похлище маньяка. А зацепиться реально не за что. Подожди, а этот вот… Тайный любовник-то ее? С ним что? Да, мы проверили все контакты. Ничего. Вообще ничего. Такое ощущение, что у нее не было ни романов, ни тай… Ничего. Что? Ну знаешь, тайны-то у всех есть. Просто значит, ты их еще не узнал. Дай посмотрю. Ой. Ничего себе. Развиха. Да, давай. Дай вторую зону. Не надо, пока моя жена. Ничего. ПЕСНЯ Ой, что мне с тобой делать, Господи! ПЕСНЯ Да, слушаю. А, да, да, Наталья Васильевна, здрасьте. Что, простите, как представился? Нет, нет, у нас нет никакого дяди. Наталья Васильевна, я вас прошу, вы не отдавайте, не отдавайте моего ребенка этому человеку. Я сейчас через тридцать минут буквально буду, сейчас. Мам, мам, а кто это был? Мам, а почему так рано? Ну, потому что дома тебя ждет сюрприз. Ну что, беспризорники, едем на дачу? На дачу. А почему на дачу? А почему с ней? Так, ребята, спокойно, я приеду к вам через день-два буквально. Мы с вами в лес пойдем, грибов наберем, будет так здорово. Так, выходим по одному. Первый. Вторая. Третий где? Третий. Все, идем. Пожалуйста, ребята, сделайте с ним что-нибудь. Можно, конечно, без монтировки, но черт подери, этот человек должен исчезнуть из нашей жизни. Какой-то безумие просто. Я уже каждого шороха боюсь, на людей кидаюсь. Спать не могу. Так, подожди. Только спокойствие. Ну, наверняка существуют какие-то варианты в таких случаях. А можно и… Ну, можно, конечно, и… Ну, а Журавлёк что, ни слухом, ни духом? Значит, так, давай, ноги в руки и быстро к нему. Поверь, это лучшее, что ты сейчас можешь сделать. Да я понимаю, но я не могу. Ну, почему? Да потому что, что я ему скажу? Егор, ты знаешь, тут меня преследует один человек, просто проходу не дает. Но я, правда, случайно с ним один раз ходила в театр, два раза в кафе. И еще раз решила себя проводить до дома. Ну, как так-то? Я же, понимаешь, получается, что сама каким-то образом дала ему повод. Ну, вот не зря мне червивая рябина приснилась. А Снегири? И Снегири. Еще десять минут и пойдем. Чего у тебя вид такой странный? Что случилось? Да там, на работе неприятности. Помощь нужна, говори. При строении твоих разведенок. Ну, там, понимаешь, такое дело, не знаю даже, как объяснить. Родители ее, да? Угу. Декан. Декан? Интересно. А тебе не кажется, что декан слишком хорошо осведомлен о вкусах своей студентки? Послушай человека, который три раза был на месте погибшей. Это я про свадьбу, конечно. Объясняю. Букет невесты выбирается так же тщательно, как, например, ресторан или платье. И, кстати, зачастую гораздо тщательнее, чем будущий муж. Какой ссор, какой цвет и все такое. А гости, как правило, тащут первый попавшийся веник. Но только не он. Он точно знал, что ей понравится. Так говоришь, декан? Да, бывал здесь с ней пару раз. На ваше счастье, у меня феноменальная память на лице. Ес! Капучино с карабельным сиропом. А, да. Спасибо. Поэр, пожалуйста. Инга, я говорил, что ты самая умная женщина на земле, которую я когда-либо встречал. Ну, может, не в таких выражениях? А я тебе говорила, что я сегодня одна дома. И завтра тоже. Кто тебе так поздно звонит? Фух, это клиент один проблемный. Поможешь клиенту проблемным? Не-не-не, сейчас. Все. И, знаешь, даже послезавтра я тоже одна дома. Ага. Ага. Можешь так, смотри. Нет, так только ты можешь. Смотри. Не-не-не. Так, давай. Раз. Можешь. Давай. Прыгай! 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 Тихом. 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 Аппарат абонента выключен или находится вне зоны детской сети. Аппарат абонента выключен. Аппарат абонента выключен. Аппарат абонента выключен. Аппарат абонента выключен. Аппарат абонент 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 выключен. Ну ещё какие планы? Давай я угадаю, а сейчас ты поедешь на работу, поймаешь там своего преступника, арестуешь его, а вечером пригласишь меня в кино. Тебе окно открытает, нормально? Вот черт. Забыла закрыть, наверное. Там дубак, я думаю. Да там нет никого. Да? Мы сейчас проверим, уеду. Слушай, ну это же не на работе, а кстати уже давно там должен быть, сам говорил. Игорь Олев, Егор Степанович, следователь внутренних дел. Так вроде бы закончили почти. Странно, что вас тоже дернули. Егор, а что происходит? Мы полагаем, что этот мужчина, некто Анатолий Сергеевич Иванов, погиб в результате падения из окна вашего офиса. Да? Невероятно. Просто невероятно. Не, ну то есть я понимаю, как бы, почему вы сделали этот вывод. То есть к вашему приезду окно было открыто? Опять же, следы борьбы. Да? А в котором часу? Вы не подскажете, что это произошло? Ориентировочно около часа ночи. Час ночи? Замечательно. А что же он здесь делал в час ночи? В самую точку. Но, положа руку на сердце, я... Я лелеял надежду, что именно вы мне ответите на этот вопрос. Вы ведь были с ним знакомы? Ну, да, он мой клиент. Ваш офис, ваш клиент. И что дальше? Я не понимаю. Намекаете же на что-то. Что вы, какие намеки? Я привык открыто говорить обо всем, что у меня на уме. И сейчас я думаю вот о чем. Раз мы не обнаружили никаких следов взлома, было бы не лишним понять, у кого еще кроме вас могли быть ключи. Ай, ни у кого. У меня единственный экземпляр ключей. Сейчас. Сейчас, вот здесь у меня. Чертелька. Вы ищете это? Мы нашли их на вашем рабочем столе. Я не понимаю. Просто для протокола. Вы узнаете свои ключи? Я хочу, чтобы мы прояснили одну деталь. Эта девушка с шести вечера по эту секунду была все время со мной. Если вам понадобится детальный, практически поминутный отчет, я готов вам его предоставить. Даже так? Угу. Ну что ж, коллега, премного обяжете. Да. Нет, ну, в принципе, я могла их забыть на столе. И часто такое с вами случается? Ну, хорошо, допустим. Дверь была открыта, допустим. Да? Ну, а что он здесь делал? Признаюсь, версий не так уж и много. Он мог кого-то ждать или что-то искать. Походите, осмотритесь. Да что тут смотреть-то? Мне брать нечего. Ручки шариковые. Спасибо. Вот ноутбук стоит на месте. Самое дорогое, что у меня здесь есть. Может быть, все-таки что-то пропало? Нет. Появилось. Цветов вчера не было, когда я уходила. Как мило. Как мило. У тебя появился поклонник. А что? Смотрите. Значит, он пришел сюда в час ночи, чтобы подарить букет. Но был пойман с поличным и выброшен в окно. Как версия? Тайным поклонником номер два. Ну да. Что значит мертв? Это не смешно, черт подери. Обалдеть. Выпал из окна. Из твоего окна. А, и что, вот взял просто так вот и сиганул? Угу. Какой ужас. Так, ладно. Спокойно, без паники. Если тебя не задержали, значит, ты в неподозрении. Давай, рассказывай все по порядку. Только не говори, что ты к этому причастна. Хотя нет, давай, рассказывай все как есть. Слушай, а может быть, он подумал, что совершает прыжок Веры? Ну, игрушка такая на компе есть. Типа, Даньки спроси. Игра такая на компьютере. Слушай, кончай валять дурака. Я, я понял. Он, значит, покончил с собой. Наложил на себя руки. Свершил акт. Ген, даже если ты вспомнишь сейчас все синонимы к слову самоубийство, твоя версия не станет другоподобной. Включи голову, это второй этаж. Надо быть полным идиотом, чтобы совершать суицид, прыгая со второго этажа. Люди, знаешь, выживают, забирайся повыше. Так, слушай, я, как мой адвокат, имею право не давать показаний против тебя. Давай, все это останется между нами. Да, давай, говори. Миша. Что случилось? Мы оба понимаем, что человек с неба на землю не падает без веских причин. Ну, подожди. Ты же сама сказала, что он форменный псих. Я в этом смысле с тобой полностью согласен. Ого. Кажется, мы первый раз в жизни в чем-то солидарны. А че ты первый? Не первый. Уже бывали случаи. Я сейчас вообще не про это. Я тебе говорю, что обыкновенная человеческая логика, она не работает с психами. Понимаешь? Второй, пятый, десятый, двадцатый. Какая разница? Прыг и нет человека. Ты хочешь поговорить серьезно? Да. Странный человек, странная смерть. О чем тут еще говорить? Миша, ты услышь меня, пожалуйста. Мне адвокат не нужен. Меня никто ни в чем не обвиняет. Я вчера была с Журавлевым. Подожди, он может это подтвердить? Ну, а ты как думаешь? Счастье-то какое, а? А зачем ты пришла? Ну, я просто хотела узнать, где вчера был ты? Ты? Я? Ты действительно хочешь знать, где я был? Эй, подруга, я что-то не понял вопроса. А в какой промежуток времени? Ну, или после того, как ты мне написала, Геннадий Милый, сделай с ним что-нибудь. Что? Ну, а что? И на утро он мертв. Что еще я должна была думать? Что угодно. Ты могла думать что угодно, только не это. Я... Мысли были, не спорю. Но кто-то оказался порасторопнее меня. Это не я, честное слово. Я часто повторяю своим студентам, слова, сказанные когда-то Йоганном Себастьяном Бахом. В музыке нет ничего особенного. Нужно только ударять по правильным клавишам в правильное время, и инструмент заиграет сам. Боюсь, мы с моим коллегой не совсем понимаем, что вы пытаетесь нам сказать. Мы же задали вам очень простой вопрос, на который хотим получить предельно простой ответ. Да или нет. Все. Я хочу сказать, что вы вслепую клацаете по роялю, как неразумный ребенок, впервые севший за инструмент. На что вы надеетесь? Что сумеете по чистой случайности нащупать тональность? То есть, в переводе на нормальный язык вы отрицаете вашу связь с Маргаритой. Я вас правильно понял? Благодарю вас. Я рад, что мне не пришлось произносить эти слова самому. Ну ничего. Теперь извините, мне пора в зал. Лиза, проводите наших друзей. гнуснейшее, нелепейшее предположение. Гнуснейшее, нелепейшее предположение, которое подтверждается чем? Свидетельскими показаниями. О боги! Как я мог? Разве я вас не предупредил об этом? Это же вопрос риторический. Риторический. Ответ на который нам давным-давно известно. Вас видели с этой особой в кафе вместе. А вам я скажу, что врете вы весьма мелодичненько. Как по нотам. По-моему, он заразный. Лиза, ключи от 205 у вас? Да. Дайте сюда. Идемте за мной. Присаживайтесь. Это должно остаться между нами. Надеюсь, вы понимаете, я женатый человек. Должно сною лицо. Да, чудненько. Чудненько. Вот, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Давайте перейдем к основному вопросу. Ну, помните, да? Что? Ваш кредит доверия исчерпан. Посмотрите на фотографии. Ответятие четки, ясно, кратко, без метафоры цитат. Ну, вот. Вы подтверждаете то, что вы подарили бутылку вина молодоженам на свадьбу? Да или нет? Коштинер, Джузеппе, Италия. 17 лет выдержки. И оно тут же было открыто. По глупейшей прихоти, Ритория. Это, знаете... Причем никто, кроме убитой, похоже, из этой бутылки не пил. А сама бутылка бесследно исчезла к приезду следствия, что помешало нам проверить ее на наличие следов мышьяка. Внимание, вопрос. Даж два. Где вы достали яд? И зачем вы отравили Клюеву? Ну, что скажешь? Как по мне, так не тянет этот мужик на коварного отравителя. Кишка тонковат. Ау, журавлев. Да, чего? Говорю, мотивчик у него слабоват. Ну, с Паунсом не что стало. Другое ли дело жених? А что жених? Ну, он, конечно, отрицает, что он знал об измене. Правильно делает. Но если допустить, что он нам врет. Мудрец. Зрежь корень. Молодчина. Кирюха, надо проверить. Вот ты и проверь. Ну, аллё. Да. Да, сегодня есть это. Адрес есть, а где? Спасибо. Спасибо, спасибо. Да. Добрый день. Уделите коллеге пять-десять минут. Послушайте, вы подозреваете меня в даче ложных показаний? Я вас правильно понимаю. Не делайте из мухи слона. Я мог неверно растолковать ваши слова, поэтому решил уточнить. Стандартная процедура. Ну, хорошо. Она всё время была со мной. И отлучалась максимум на одну минуту. Да, я уверен. Даже не представляете, как меня это радует. Точно камень свалился из души, а? То ведь знаете, как в нашей работе бывает? Тут копнёшь, там копнёшь. И понимаешь, что тебе со всех сторон врут. Знаю, знаю, вам должно быть это знакомо. Взять хотя бы текущее дело. На вопрос, в каких отношениях вы были с погибшим, Инга Хвостикова отвечает. Просто клиент. И мне ведь искренне хочется в это верить. Но упрямые факты вопиют об обратном. Продавщица, любознательная барышня из цветочного магазина в низу говорит, что ни день наш погибший заглядывал к ней за букетом. В том числе и в вечер убийства. И после этого шёл куда? В агентство «Новая жизнь». Где со своей жизнью, бывает же, как раз расстался. Я же не говорю об их совместном походе в театр, о совместных посиделках в кафе. А какие сообщения он ей писал. В них любовью и нежностью дышит каждая строчка. А вы как, не брезгуете чтением чужой переписки? Тогда вот, смотрите, могу показать. Я вижу, вы правда были не в курсе. Забавно. Со своими бывшими мужьями, у неё их трое, не так ли? Ваша девушка гораздо более откровенна. А теперь, с вашего позволения, я повторю свой вопрос, и мы оба сделаем вид, что я спрашиваю это впервые. Вы подтверждаете, что в ночь убийства Инга Хвостикова находилась с вами в своей квартире. Егор, там наш голубчик уже явился. Ты скоро? Угу. Да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, я не верю, так вы ошибаетесь, этого не может быть. Ну, откуда такая уверенность? Люди врут, людям свойственно врать. По статистике кажетель второй, человек врет один раз в десять минут. Да, десять. Я с вами предельно откровенен, мой коллега молчит, но тоже откровенен. Не могу не задать вам вопрос. Максим, а вы с нами откровенны? Слушай, какого лишнего с тобой происходит? Что это было? Что это было? Да ты не задал ему ни одного нормального вопроса. Вы уверены, что вы не знали об этом, Роман? Да, конечно. Вы со мной откровенны, естественны. Браво, бис, офигенный допрос. Кир, он не врет. Это почему? Ты обратил внимание на то, что в течение всего допроса, он трижды упомянул декана. И ни разу не назвал его правильно по имени. Почему? Ну, потому что он первый раз о нем слышит. Все просто. Я Романио. Ни слух, ни дух. Угу. И что дальше? Возвращаемся к версии с Кузнецовой. Слушай, а если Клюева его шантажировала? Ну, за отношения со студентами по головке не погладит, вот он ее отравил. Угу. Я думал, что Клюева тоже бы пострадала от огласки. И сейчас. Не обижайся только, ладно? Ну, что-то я устала. Следствие – это допрос. Просто одна дома посижу. Пока. А вот еще одна история была. Пару лет назад. С друзьями и друзей. Поехали на пикник. Природа, закусочка, шашлычок, красота. И тут раз! Чуваку, одному плохо стало. Кусок мяса не в то горло зашел. Вызвали скорую, ждали. Пока ждали, а он и задохнулся. Главное – три врача в компании было, никто не помог. Никто! Слушай, если ты не способен сказать ничего конструктивного, я не вижу смысла так сотрясать воздух. Да почему не способен? Я вам только что привел пример еще одной нелепишей смерти. Тот шашлыка поел, а этот пробрался в ночи в кабинет чужой. Разница лишь в том, что там были свидетели, которые могли подтвердить, что ему никто этот кусок в горло не засовывал. А тут свидетелей нет. Ведь могло произойти все, что угодно. Ну, предположим, он тупо сидел у окна. Не знаю, стихи писал для Инги. На звезды смотрел. Тут бах, резкий шум, звук, он испугался, засуетился и не удержался, и… Пробки двести баллов из десяти. Слушай, такими темпами придется у тебя ночевать. А вам, ребятки, вот что хочу сказать. Дурь человеческая, она, понятное дело, не имеет границ. Но, согласитесь, у этого парня со здравым смыслом явно было что-то не в порядке. Ну, вы-то его хотя бы не теряете. Нам же объяснили русским языком, как выглядел офис на момент прибытия полиции. Но он явно с кем-то боролся. И я очень, правда, очень-очень рада, ребята, что этим человеком не был кто-то из вас. Спасибо вам, что вы вчера дружно забили на все мои крики о помощи и не поехали с ним разбираться. Я еще серьезно говорю без сарказма. Но кто-то там все-таки был. И мне надо найти этого человека как можно быстрее. У меня офис опечатан, работа встала. Клиенты телефон обрывают. Да еще Крапивинца дня на день заявится с расспросами. Почему не сказала это? Почему утаила то? А как я могла сказать? Когда рядом со мной Егор сидел. Ну, давай откровенно. Если кто-то и может помочь тебе, то именно он. Ну, у нас банально нет всей картины. Ребята, я уже сказала, что я не буду впутывать в это дело Егора. Мы, кажется, с вами по третьему кругу уже говорим. Скажите мне что-нибудь, чего я не слышала. Я вот, например, со следующей недели начну ходить на йогу. И шоколадное обертывание. Ну, открывай, открывай. Я знаю, кто ты здесь. Ого. Привет. Ну, а говорил, сюрпризы не любишь. Угу. А еще я не люблю, когда меня обманывают. Особенно на регулярной основе. Особенно та, которой я доверяла. Всем привет! Притаились? Что, решила одна побыть? Угу. Чего я ревнуй-то, а? Ты же их за людей не считаешь. Вы же одно единое целое. Это с ними у тебя нет секретов. Это с ними ты обсуждаешь свои проблемы, растишь детей. За вершением чая обсуждаете, как дальше жить. Я, знаешь, я одно не могу понять. При таком количестве тестостерона я-то тебе зачем нужен? Егор, да? Ты что? Ты сейчас зайди, просто. Я тебе все объясню, Егор! Ты что? Ты что? Ты что? Ну, не могу не спросить. Дорогая, скажи, пожалуйста, а как ты умудряешься на работе знакомить людей, если до сих пор который месяц не можешь нас познакомить с собственным парнем, а? Тише, тише. Тише, тише. 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 Зайцы! Привет! Да привет, мам! Привет! Как там ваши дела, шпана? Нормально. А я чего с ним надержалась сочинная сам? Да то снимали все деревни. Я даже шишку набила, вот тут. Какую еще шишку? Зубы чистила? Чистила, чистила. Что там у вас за ужасы творятся? Веронику Степановну позовите. Вы что, готовы к ее шуточкам? О том, что бывших мужей не бывает. Я даже придумал, как на них отвечать. Дайте-ка мне. Слушайте. А у него же была девушка, как я могла забыть? И она тоже знала дорогу в мой офис. В поисках новых клиентов для расставаний и встреч? Они у меня есть. Узнали, значит, да? Ну, еще бы не узнать. Инга Хвостикова, агентство «Новая жизнь». Реклама воз-классная на Ютубе. Обязательно оставлю вам благодарственный отзыв. Чисто сработанный. Без звонков, ни нытья. Подождите. А вы что, не в курсе? Враги? Да нет, откуда? Чтобы появились враги, нужно жить. А у него и жизни-то не было. Засядет в свои книжки и сидит. Все бормочет и бормочет что-то себе под нос. Как это бесило. Да если б не я, он бы вообще никуда не выходил. Ну, а на работе может что-то? Какие-то ссоры, конфликты? У Толи. Сразу видно, что вы общались не больше пяти минут. Это вялый, аморфный тип. Ему как будто бы на все в этом мире плевать. Я однажды приперлась к нему с букетом цветов. Ну, сама себе купила, хотела позлить. Знаете, что он сделал? Покашлял, почихал немножко, типа у него на пыльцо аллергия, и вернулся к чтению книг. Либо она врет, либо я вообще была знакома с каким-то совсем другим человеком. Прости, перезвоню. Я вам уже говорил, что у меня двое детей. Мальчик и девочка. Подростки уже, а я, представьте себе, до сих пор жутко нервничаю, когда они куда-то без меня уезжают. А вашим, простите, сколько? Двенадцать семь и пять. Смело, однако, отпустить их на дачу с соседкой. Простите, а какое вам дело? Где сейчас мои дети? Которых вы отправили за город, аккурат перед тем, как был убит преследовавший вас человек? Пожалуй, что никакого. Вы опять, да, намекаете на мою причастность к этому делу? Вы же знаете, что… Знаю, знаю. У вас отменное алиби. Не кипятитесь. А подозреваемых у меня и без вас. Целых три. Хотя нет, наверное… Правильнее будет сказать трое. Трое подозреваемых. Трое детей. Трое мужей. Пожалуйста, сделайте с ним что-нибудь, я больше так не могу. Ведь это ваши слова? Может, не отвечать, нет смысла отрицать очевидно. Ведь именно эти слова были трижды отправлены в вечер убийства с вашего телефона. После чего на мобильный погибшего поступило три телефонных звонка. С трех номеров. Вы, наверное, догадываетесь от кого? Я попросила поговорить. Они поговорили. Что такого? Что тут такого? Если бы он был жив, ничего, но он мертв. И кроме ваших бывших мужей, он больше ни с кем в тот вечер не говорил. А скажите, вот эти три телефонных звонка – это единственное, что вы можете им предъявить, да? А еще мотив – возможность отсутствия приличного алиби. К сожалению, я не могу задержать всех троих. Начальство упорно настаивает на одном кандидате. Хотя, согласно одной из моих гипотез, в этой истории могут быть замешаны все трое. Кстати, мой коллега и по совместительству ваш текущий бойфренд Егор Журавлев охотно с этим согласен. Ну, это вы врете. Я ушам своим не верю, Егор. Как ты мог такое предположить вообще? У меня нет ни времени, ни желания обсуждать твою запутанную семейную жизнь. Но если ты отбросишь эмоции, ты пойми, что на данный момент выглядит все именно так. Интересно, а с каких это пор у нас то, как это выглядит, важнее, чем то, чем это является на самом деле? Ты знаешь, что они порядочные люди. Которые тоже порой совершают страшные вещи. Просто бездовольствие. По глупости. Ради дорогого им человека. Хорошо, даже если предположить, что когда-нибудь, как-нибудь это могло произойти, я бы узнала об этом первой. А-а-а, точно. Я же забыл, что у вас нет друг от друга секретиков-то. Ты просто злишься, да? Я обидела тебя, я понимаю. Нет, ты не обидела. Ты мне просто набрала. Неправда. Я тебе кое-что не сказала. А это разные вещи. Нельзя быть честным наполовину. Егор, только яму нельзя наполовину перепрыгнуть. А в остальном все гораздо, гораздо сложнее. Вот, ты ответил на вопрос. Ты что-то не сказала мне, они что-то не сказали тебе. Вот и все. Вот и все. Инга. Иди. Иди. По глупости, ради дорогого им человека, всегда можно выкинуть из окна. Суицид, убийство и несчастный случай. И как прижмет, дай только знать. Лайфхак от Журавлева. Чтобы прийти на работу вовремя, нужно просто отсюда не уходить. И выспался, и не опоздал. А сейчас самое время для утренней порции новостей. Или ты уже слышал про Кузнецова? Обиженный жених разнес по сети весть о любовных похождениях декана. Сопли, вопли, скандал. Мужика того и гляди из института турнут. Но сейчас для него это не самое страшное. Знаешь, как его прозвали журналисты? Ну, нет. О, тебе понравится. Свадебный отравитель. Свадебный отравитель. Свадебный отравитель. Какого черта, Егорушка, скажи мне, я узнаю о текущих версиях следствия не от тебя, не из зачетов твоих распрекрасных, а из новостей? Ну, версия была сыровата. Нечего было докладывать. Сыровата? Свари. Не подходит поджаре. Ну, чтоб вечером у меня был детальный отчет. Могу идти? Свободен. Ну, ну, ну. А, вечером отчет потребовал. О, весело тебе. Тебя еще в кафешке Светлана Клева ждет. Мать погибшей. Что-то насчет докана. Держись, держись, держись. Я знала об их отношениях уже больше двух лет. Глупая, глупая, амбициозная девочка. Ей ничего не нужно было, кроме первого места. Ничего, кроме победы. Такая она была с самого детства. И он ей помогал. Нет смысла больше скрывать. Как-то даже мальчишку по ее прихоти с курса отчислил. По какому-то глупому, идиотскому поводу. Говорят, талантливый мальчик был. Вы не думайте, что я одобряла. Мы с ней спорю и ругались. До одури, до хрипоты. Ну, что я могла сделать? Простите, что отнимаю ваше время. Просто так хотелось давно выплеснуть все из себя. Уж лучше Ивановичем журналистом. Со вчерашнего вечера все звонят и звонят. Все правильно. Надо было сделать это раньше. Сэкономили вы кучу времени. Давайте ближе к делу. Значит, вы утверждаете, что Кузнецов не мог быть отравителем. Почему? Потому что Рита не пила его вину. Она сделала один глоток, ну так, из приличия, и отставила бутылку. Не знаю, что она хотела этим продемонстрировать. Остальное… Выпила я. И, как видите, оживайся, кор. Да что ж такое-то, а? Опять вы? Опять за советом, не обессудьте. Весь день я могу найти вашу Ингу, как сквозь землю пропала. Боюсь, я был с ней немного резок, вот и подумал, как бы не случилось чего. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The mobile phone is switched off or out. Я что, настолько предсказуема? Я что, настолько предсказуема? Аппарат вызываю. Я что, я больной, что ли? Твой любимый чизкейк. А ты мне потом этого никогда не простишь. Ну что, как жизнь? Нормально. Хорошо. Бьет ключом. Все больше по голове. Так себе, шутчика-то. Как умею. Ну ладно, я так поешь. Мы всегда во всем ищем логику. А она не всегда есть. Вот твоя-то история, да? На свадьбе отравили невесту. И там присутствовал ее бывший любовник. Кого подозревают? Конечно, его. Или у меня вот под окном найден труп парня, который меня преследовал. Кто подозреваемый? Я, конечно же. Или твой муж, я. Да. Но это же не так. Почему? Потому. Вот это моя любимая история, знаешь, про француза, который в один день попал в автомобильную аварию и в авиакатастрофу. Да. Да. И эти два события никак между собой не связаны. То есть логики нет. Ну кто, если не ее любовник? Не знаю я кто. Ну давай сначала попробуем понять как. Хорошо. Как. Как. Ну вот скажи, ты сегодня быстро меня нашел? Быстро. А почему? Потому что ты знал, что мне плохо. Тогда тебе плохо, ты выключаешь телефон и ешь где-нибудь сладкое. Умница. Ну? Ну дурная привычка, правильно? У всех же есть привычки. И привычки эти делают человека отчасти предсказуемым, а значит… Значит что? Уязвимым. Но то же самое Маргарита твоя. И если б, например, я хотела ее убить или уж тем более отравить, я бы прежде всего досконально изучила все ее привычки там. Что она ест на завтрак, какой кофе пьет, куда она ходит ужинать и так далее. Угу. И отравила бы именно то, что она точно уж съест. Да я думал об этом, думал. Ну и что? Ну муж уверяет то, что после легких закусок, которые были в два часа дня в ЗАГСе. Так. До ресторана они ничего не ели. И я подтверждаю это. Потому что я посмотрел сотни фотографий. Сотни. Там никто ничего не ел. Ну надо тогда еще раз пересмотреть что-то. Ну твой поклонник, ты изучила все его привычки? Ну кроме того, что он сам с собой разговаривал и строчил мне СМС каждые десять минут. Десять минут? Ну представь, бывает такое, да? Ну затихал иногда где-то после семи. А кстати, интересно бы узнать, почему? Десять минут. Поехали. 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 Продолжение следует... Ну чё, всё ещё не теряешь надежду увидеть фотку, на которой кто-нибудь в тарелку подсыпает, а им и шья? Про отчёт не забыл? Ясно. Походу, это надолго. Всё, я погнал. ПОДПИШИСЬ! Мы проверили время. Эта фотография была сделана за один час пятьдесят пять минут до смерти вашей жены. Ну, да, правильно. Мы решили взять по кофе после прогулки, чтобы согреться, а потом поехали в ресторан. И вы мне только сейчас об этом говорите? Ну? Я вам несколько раз обозначил временные рамки, когда яд попал в организм вашей жены. Погодите, я не думал, что это так важно. Это просто кофе. Максим, это не просто кофе. Это любимый кофе вашей жены. Лучший латте в Москве. Или как вы там говорили? Так, вы купили кофе и поехали на свадьбу. Да. Вы бросили стаканчики. Скажите, а как я теперь докажу, что именно в этот стаканчик попал этот яд? Яд? Подождите, какой яд? Вы думаете, да я вообще пальцем эти стаканы не трогал? Погодите, а они должны быть здесь. Эти стаканы мы... Мы решили сохранить эти чертовы стаканы на память, а она кинула их в один из этих пакетов. Вот. Тысячи гениев живут и умирают безвестно. Не узнаны либо другими, либо самими собой. Поскольку вы уже здесь можете выдохнуть, ни одно, ни другое вам не грозит. Под моим чутким руководством вы либо прославитесь, либо собьетесь, осознав, что ваше творчество не имеет ничего общего с основом литература. Ну, посмотрим, как вы будете хохотать через месяц-другой. Вернемся к сегодняшней теме. Я никогда не устану вам повторять, что есть лишь два способа вызвать мир от очередной бездарной фальшивки. Не писать вовсе. Кому это подходит, прошу сразу на выход. Второе. Писать только то, что вы прожили собственным телом, ощутили собственной кожей, обдумали своей головой, не полагаясь на память. Фиксируйте все. Любые мысли, чувства, идеи, эмоции. Любые важные, на ваш взгляд, детали. Все, что станет фундаментом для вашего будущего произведения. Ребята, вы не поверите. Он, по всей видимости, писал обо мне книгу. Роман! Роман? А тебе? Ну, я не знаю, может, о вас там тоже, конечно, было что-нибудь. Но главная роль, конечно, моя. Я вообще так поняла, что он устроил весь этот цирк для того, чтобы, ну, пробудить у себя вдохновение, чтобы, так сказать, на собственной шкуре все прочувствовать, а потом записать в этом своем романе. Их так на курсах учили. И для этого он поперся в твой офис. Значи. И с букетом цветов. Чтобы я утром обнаружила этот букет и растаяла от нежности, ну, или там, озверела окончательно, не знаю. Так что там это дает? Следствие наверняка уже в курсе. Ну, факт. Он же только собирался писать роман, но еще не писал. Но я сейчас даже не об этом. Смотрите, он все свои мысли и чувства, ну, для этого романа записывал на диктофон, такой в виде спортивного браслета. Ну, знаете, которым шаги меряют, там, пульс. Шагомер. Да, да, да. Он всегда его носил, никогда с ним не расставался. Ну, вот что странно. На фотографиях с места убийства на нем этой штуки не было. И я думаю, а что, если этот браслет до сих пор лежит в моем офисе? Которые излазили вдоль и поперек. Они точно не знали, что они ищут? Не-не, кабинет опечатан, а Крапивин не даст тебе возможности туда попасть. Сейчас, секундочку. Мишенька, ты всегда меня недооценивал. Боюсь, что записи видеокамер давно стерты, мы не храним их больше трех дней. Угу. Тогда, пожалуйста, подготовьте мне список людей, которые были в тот день на работе. И расскажите мне про каждого. Хорошо. Да, вы не ослышались. Я готова сделать признание. Слушайте, ну, вам нужно закрыть дело или нет? Отлично, значит, встречаемся в моем офисе. Я покажу вам, как все было. Ну же, Инга Юрьевна, я жду. Сейчас, 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 давайте, знаете что, давайте-ка на собственной шкуре. Давайте представим, что я, это вот тот самый Анатолий Иванов. Так, я пробираюсь ночью в чужой незапертый офис. Так, в руках у меня цветы, за окном ночь. Первое, что я делаю, я зажигаю свет, правильно? Нет, здесь не было его отпечатков. Объясните, что вы творите, мы с вами договаривались не об этом. Окей, окей, ладно, я не зажигаю свет, значит, я дальше прохожу в темноте, да, иду по темноте, возможно, освещая себе путь фонариком от телефона. Иду, 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 и что, и что, и что, и я дальше нахожу вазу. У меня вот здесь на подоконнике всегда стояла ваза. Я, значит, к ней подхожу, ставлю в нее цветы, и я начинаю чихать. Я начинаю чихать, понимаете, прям опчхи, опчхи, опчхи. Ну, конечно, вы не знали, что ли, у него вообще-то была аллергия на цветочную пыльцу. Я начинаю чихать, но уйти-то я отсюда не могу, потому что мне нужно записать на диктофон мои мысли. И тогда я, тогда я открываю окно, вот так, ваза падает, разбивается, какая досада. Я высовываюсь в окно, чтобы немного продышаться и перестать чихать. Вот так. Допустим, что дальше? А дальше мой драгоценный браслет-диктофон падает вниз. Не понял, а это что, почему? Идите, посмотрите. Никакого убийства не было. Дело закрыто. Ты можешь себе это представить? На самом деле, у него просто браслет, вот в котором он все говорил, выпал в окно. Он залез на подоконник, потянулся, чтобы его достать и сорвался вниз. Ты послышал, с каким диким криком он летел. Уф. Ага, примерно так. А знаешь, за минуту до этого он там такие вещи про меня говорил, которые тебе стоило бы послушаться, может быть, даже прислушаться. Да? Интересно. Да, да. Ну, такие, там, всякие. Кур, ты идешь? Так, я ненадолго, клянусь, запомню, что хотел сказать. Какие вещи он тебе там говорил. Не смей уходить. Что может заставить бывшего студента консерватории устроиться на работу в кафе? Ну, не отвечайте, я знаю. Вас выгнали из консерватории накануне важного конкурса, потому что вы составляли прямую конкуренцию к Льюису. А то вы забрали в армию. Там вы получили травму правой руки. После чего в музыкальной карьере пришлось забыть. Могу себе представить, как вы ее ненавидели. И понимаю, почему вы устроились именно в это кафе. Я одного понять не могу. Почему она совсем вас не боялась? Ходила к вам в кафе, пила ваш кофе. Она ведь знала, что вы ее ненавидите. Эта стира увидела во мне декорацию. Представляете, она меня даже не узнала. Так, спокойно, спокойно. Я сам. Я сам. Уже. Ну вот. Собственно, все наконец свершилось. Я хочу вас познакомить. Спасибо. С очень дорогим мне человеком. А, да. Вот и сразу тост. Ой, как вас много. А я одна. Да. В общем, что? Прошу любить и жаловать. Подожди, когда? Извините. Да. Понял. Извините. Работа. Журавлев! Журавлев! Сейчас же вернись. Инга, не могу. Ранэ. Работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова